Всем здорово, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с вами в различные Android-игрушки и возвращаемся в башню Старшего Ветра в Mortal Kombat Mobile. Собственно, сегодня мы будем добивать с вами боссов Старшего Ветра. Надо только загрузить предустановку, опять же поменять на Jade на первый слот. Всё, готово, поехали. Будем добивать 150-х боссов и играть обычные бои выше 150-го. Ну, поехали. Блин, опять не повезло с оглушением, зараза такая. Так, сразу меняемся тогда в таком случае. Здесь, кстати, даже хорошо, что я попал в блок, в некотором роде. Хотя мне надо ему и спецприёмы заблочить, чтобы он меня не истощил. Всё, мы ему сбили, по-моему, все щиты. Осталось теперь только его добить. Вот бы мне так же повезло с Люканом, как и в первый раз. Хотя, с другой стороны, у меня опять не сработало это... Как оно называется? Сопротивление оглушения. Но эта попытка уже гораздо лучше. Хотя я бы, наверное, вряд ли всё равно убил бы их с одной попытки. Слишком жирный Куан-Чи. Очень долго его приходится избивать. Да сколько тебя можно бить, господи, чел? Капец, он толстый. И как же мало я урона наношу. Мне больше десяти тысяч даже не прилетает. В большинстве атак. Ну, давайте возьмём Саб-Зиро. Я не знаю, может быть, он побольше урона нанесёт. Да. Видимо, эта песчаная буря, она накладывается не на всех союзников, а только на активного персонажа. И поэтому более эффективные техники. Опять сукаташ. Уже третье слияние. 31 и 62. Модификаторы. Не модификаторы, а бонус здоровью. Ну и всё. Сейчас будем, собственно, отыгрывать... Обычные бои. Тут, в принципе, ничего особо сложного. Ну, поехали. Что-то я продуплил немножко мой персонаж как-то. Блин, какая же буря раздражающая. Она полностью блокирует тебе шанс на... с пробой блока. С базовых атак. И достаточно сильно режет урон. При всем этом. Так, берсерки. Окей, не вопрос. Ну, давай. А чё дают без серки, я уже не помню. Какое-то оглушение, блин, фиг пойми, от чего сработало, кстати. А, от этого сработало, от Рейдена, Injustice. Оно же накладывает при проведении спецприема союзниками Рейдена, Injustice. Бьёт молния, которая может застанеть. И так как это боты, молния у них бьёт почти каждый раз при использовании спецприёма. Так, высокое напряжение, поехали. Поехали, поехали, не тормози. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Которая типа должна истощать там все дела... Накладывать огонь... Но мне все эти эффекты действуют наоборот в плюс, поэтому... Единственное, что она наносит, это чуть-чуть урона... На третий заряд вроде бы... Или на четвертый, точно не помню... Ой, опять это мерзкое ограничение в Ветерарктике... Ну, надо по-быстрому их добить до того, как сработает ему... По возможности... Ну, давай, давай... Заморозка и замедляющий эффект морозилки... Окей, я вас понял... Да блин, ну вообще не пробивается блок... Сейчас еще и заморозка сработает, и истощение... И вообще все на свете... Блин, офигевшая китана просто почему-то не пробивается ее блок вообще... Ну, здесь хотя бы я успею адское копье использовать... А сейчас снова на меня будет наложена заморозка, видите, да? Благо хотя бы вот эта морозилка от... Заморозки... От... Как его? От ветров Арктики она быстро спадает... Именно морозилка, а не заморозка... Заморозка-то она достаточно долго... На достаточно долгое время тебя замораживает... Тут противник все, что хочет, успеет сделать... Так, восстанавливаем энергию в первый раз... Опять фулл снаряга на противниках... Но это не страшно... Так это вряд ли пока башенная снаряга... Так, финальная 될ка... Попробуем... Экономерная снаряга... В какой-тоukan... Экономерной сестры... В общем-то... Проказывается голодный цветок... А сейчас будет платить китан и башенку. Заморозка-пустяка... Попробуем. Рекомендачный заморозок... Не финальная в смысле, а финальная за 5,5 боёв. Потом снова пойдут противники, скорее всего, без снаряжения. О, пошли комбинированные команды, то есть уже фулл-отряд этой, как он называется-то, круготени. Ну, даже несмотря на то, что у них снаряжение, достаточно лёгкий бой, на самом деле. Я, конечно, нанёс себе урона, ударив по кончи с черепами, но это не смертельно было для меня. Я его даже пробил через эти щиты спецприёмом. Так, поехали далече. Та-та-та-ра-та-та. Так, следующий бой, хорошо. Блин, вот эта гадость, конечно, выйдет своим дурацким замедлением. Но оно быстро спадает, так как пассивка у неё не вкачана. Это хотя бы меня радует. Блин, тут оглушение от этих атак любых противника. Ну, так как на них пока нету снаряги, мы, в принципе, легко справляемся. Так, опять достаточно бесполезная карточка эпиков редких и зелёных, пока нам не выпало. Но не читай гаранта. Скоро уже начнут идти команды противника с этими... Как они называются-то? Скоро будут идти противники с снаряжением. Либо после 160-го боя, либо чуть позже. Так, уменьшение урона, не страшно. Это только работает у нас на эти... В основном на базовые атаки. А чё, как-то странно, он умер, да? Заметили? Так, быстро убиваем с вами Сабзирыча. Так, до свидания, господин Люкан. Изи-бризи. Очередная лёгкая победа. Двигаем далее. Интересно будет посмотреть, какое снаряжение будет не на боссах, а на 160-м бою. Удачи. 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 Мне просто интересно Будут ли на противниках снаряжения башены На 160 Или все еще будет обычная снаряга Так, здесь у нас с вами Джейд И, в принципе, почти полная триация Дня Мертвых Опять же, легкий бой Но вот сейчас уже начинается Самая жесть, сейчас пойдут самые интересные По сути бои Начиная с 160-го боя, как мне кажется Где на противниках реально уже будет стоять башеное снаряжение Так Нет, еще не 160-й Пока 150-й у нас Идет А точнее, 159-й Возможно, последний бой, где на противниках нету никакой снаряги башенной Я просто не помню Я просто не помню, с какого именно боя начинаются уже Начинают идти противники с башенным снаряжением Может быть, это будет 161-й А может быть, это будет 160-й Может, это будет 165-й А возможно, это будет 166-й Или вообще позже оно появится Пока непонятно Пока не дойдем Непонятно Надо сразу убить Рейна Чтобы его пассивка не сработала А то, если его избивать базовыми атаками Это очень велика вероятность того, что Он отразит на меня атаку И повесит свое гадское Это Как оно называется Эффект Намокание вот этого дурацкого Так, плюс спецприема Карточка улучшения абсолютно бесполезная На самом деле Так, и дальше у нас получается Шанзун, Синдел, МК-1 и Снуп Сайбот Сейчас посмотрим, какая у них снаряга Давайте быстренько глянем Ради интереса Нет, на 160-м бою пока у них нету башенного снаряжения Опять же Но тут есть достаточно неприятная Синдел Поэтому она будет Несколько раз, скорее всего, на нас накладывать Свои дурацкие станы Желательно ее спецприемом бахнуть И вне блока попасть Чтобы быстро разобраться с ней Я чуть даже модификатор забыл посмотреть Какой на ней стоит Не на ней, а вообще в целом боем У нас уже, кстати, в скором времени должна будет появиться фатальная башня И со дня на день Давайте я постараюсь ее сдамажить через блок Но почти добил Немножко не хватило О, повезло, что она ни разу не отразила мою базовую атаку Со своим оглушением Ну и все, начинаются теперь самые жесткие бои со 161-го Как мне кажется, уже должна быть снаряга на противниках Ну, сейчас посмотрим Башенная Но пока она будет слабенькой Поэтому это все-таки обычная башня Да, видите, начинается с 161-го Уже снаряжение башни идти на противниках Как я понимаю Да, видите Первое слияние с зеленой карточкой Первое слияние с зеленой карточкой Первое слияние с зеленой карточкой Но это пока, опять же, такие изичные бои Не особо сильно будет у них увеличено здоровье атака Но чем мы будем двигаться дальше Тем будет более сильное снаряжение стоять в промежутках на обычных противниках И скорее всего на тех же промежуточных боях Типа, там, 165-й, 175-й, 180-й, 195-й Там, скорее всего, будет стоять уже Тоже снаряжение башное Причем те бои должны быть даже более жесткими, чем Обычные Минус один есть И последнюю Джей добиваем Вот видите, здесь пока особо не заметно, чтобы Снаряжение как-то им особо помогало Мы все так же с ними достаточно просто расправляемся По дропу, конечно, весьма все скудно Ничего особо не падает Ни душ, ни карточек каких-то Так, у нас отряд Ронинов Против Снаряжение как-то Снаряжение как-то Чистая бруталити Не страшно Но, как я понимаю, здесь бруталка только на Рейдане и Китане Ой, на Эроне и Китане Токеды вроде бы еще нету Бруталки Как таковой Возможно, кстати, будет какая-нибудь башня мастеров единоборств И там будет В будущем Токеда С бруталити на него Потому что достаточно мало персонажей осталось без бруталок Алмазных И Токеда пока является одним из тех персов, на котором нету бруталки Может быть, еще, конечно, башня там с терминаторами, да На которых бруталити тоже введут Но, с другой стороны, терминатор это не такой прям ключевой персонаж Не факт, что стоит ждать на него вообще бруталити Допустим, на того же Фредди Крюгера тоже нету бруталок Да и на кожаное лицо И вообще, на таких гостевых, я бы сказал, персонажей в игре Бруталити особо не завозят Но вот Токеда, он же сюжетный На него должны, в принципе, добавить И плюс Еще на Кенше вроде бы нету бруталити, да То есть, по сути, Кенше и Токеда, они могут их запихать В какую-нибудь башню мастеров единоборства Которая выйдет в будущем А тебе здесь второй спец Прием заезжаешь, чтобы долго не бить его Не затыкивать, так сказать, базовыми атаками Господи, какие божественные карточки, конечно, падают Мы медленно, верно, приближаемся с вами к финалу У нас там осталось один или два боя Да, последний бой на сегодня И вполне возможно, либо завтра утром, либо завтра вечером Выйдет уже, получается, фатальная башня Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому А может быть и попозже Они, опять же, всегда их по-разному запускают Не всегда есть какой-то определенный промежуток времени Через который они запускают фатальные башни Так, Ночной Волк остался И, ну, Псайбок Все, до свидания Изи, отыграно Забираем последнюю награду Да, кратным 5 и 10 И, да, будет снаряжение башны на противника Вместе с обычным снаряжением Вкачанным на фул Не так пока что это страшно Это будет более опасным в башнях фатальных А пока, в принципе, изично Ладно, на этом буду пока заканчивать Вам огромное спасибо за просмотр А с вами, как всегда, был Ник Кудачи, до скорых встреч Мы еще обязательно увидимся А на этом пока что все И пока-пока Завтра будут боссы Сто семьдесятого боя И, да, будет снаряжение башны на фул